Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Ластер-Сити. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому обязательно переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения, летсплей на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, у нас сейчас ответная игра в Лиге Европы, мы минимально проиграли АЗ на выезде, Буаду тогда забил. А дальше идут уже матчи вот такие, смотрите, с Эвертоном, они идут, причем в турнирной таблице рядом с нами, Нью-Касл, Нью-Касл скорее всего там где-то внизу, да, вот 16-я строчка. Ну и нам бы еще бы одного нашего соперника по выпуску узнать, Нью-Касл и 1-8 Лиги Европы, если мы пройдем, поэтому сейчас все от этого и будет зависеть. Давайте сразу перейдем к игре с АЗ, и надо посмотреть сколько у нас дней, 3 дня, 3 дня нам дают после игры с АЗ, чтобы мы сыграли уже с Эвертоном, поэтому будем стараться. Посмотрим, но вот шмехи или не будет, это уже минус для нас. Так, ну, будем играть, я так понимаю, даже вообще в одного нападающего, вот так вот, и я даже не знаю. Давайте сделаем вот так вот, и Мэдисон у нас просто пойдет атакующим полузащитником, вот, Телеманса с Недидимой чуть пониже, вот, опустим. Ну а Мэдисон будет помогать Варде, надеюсь, с ассистами, и сам может быть что-нибудь забьет, все-таки играем дома, поэтому вот таким составом мы выходим. Остальные ребята вроде как все готовы, Лестер против АЗ, ответная игра в 1-16 лиге Европы, поехали. Итак, Кинг Пауэр Стадиум, желательно нам сегодня не пропускать, потому что на выезде мы сами не забили ни одного мяча, проиграли минимально, поэтому можно 2-0 и сушить игру. Поэтому нам надо обязательно постараться забить два мяча, ну, стараться как минимум хотя бы открыть счет сегодня именно нам. И Варди, и отлично, 1-1. Джейми Варди забивает, еще и по пустыну так вот шлепнул. Ну хорошо, получилось уже на 17-й минуте нам сравнять счет. Ребята молодцы, сейчас главное забить еще один, потому что мы знаем, с нашей обороной и с нашим везением лучше нам забить, нежели чтобы нам забили, потому что если АЗ забьет на их один выездный гол, нам нужно отвечать двумя сегодня. Поэтому нужно постараться забить еще. Рикардо Перейра уже почти в штрафной подача. Да, Варди 2-0. Что творит Джейми Варди? Перед самым перерывом забивает еще один. Ну и вот, вот он наш капитан. Как я и сказал, сезон, скорее всего, для Варди это последний будет в Лестере. Постараемся найти для него замену. Ну, а не получилось. Вот не получилось. Не получилось мне найти замену для Варди даже в лице Лаутара Мартинеса. Но не забивает так Лаутара, как забивает Джейми Варди. Может быть, время нужно дать. Но, правда. Варди пока что творит историю. Молодец. 6 ударов, 6 створ у нас. Просто ребята молодцы. И все. Финальный свисток. Лестер празднует победу над АЗ. И празднует выход в 1-8 финала Лиги Европы. Хоть мы и проиграли выездную игру минимально, здесь Варди еще в первом тайме решил всю игру. Молодчина. То есть все у нас получилось. Полная доминация была над АЗ в сегодняшнем матче. 8 ударов, 7 створ. Владение за нами было. Поэтому все замечательно. Ребята молодцы. Ну и Варди 7,5 оценку получает. Итак, следующим нашим возможным соперником. Я не знаю, здесь будет же все-таки какая-то жеребьевка. Давайте посмотрим. Галатасарай, во-первых, обыграл Краснодар. Так что российский клуб минус один. Английский Тоттенхэм проходит Фейнорд. Минимально прям как мы АЗ. То есть здесь, кстати, так совпало, что английская и голландская пара была. Арсенал вынес Брагу со счетом 5-2. Рома 4-2 разобралась с Уильямом вторым. Ницца 4-1 вынесла Рейнджерс. Астадо Реймс 3-0 вынес Риоаве. Вильяреал в дополнительное время по гостевому только голу смогли определить победителя. И они обыграли Мюнхен-Ладбургскую Боруссию. А Эп в дополнительное время обыграли Дортмундскую Боруссию. Тоже вот так по гостевому голу очень обидно, наверное, было. Риал Соседат 3-1 обыграл Лейпциг. ЦСКА проиграли Валенсии 4-1. Милан проходит ПСВ 5-2. Наполе минимально прошли Санкт-Петербургский Зенит. Брюги вынес Бешиктар 6-1. Бенфика разобралась с Марселем. Странно, кстати, 5-0. И ПСЖ вынесли Шахтер. Ну, кстати, вот, да, ПСЖ и были прям одни из фаворитов. Сейчас можем именно с ними мы и встретиться в 1-8 стадии Лиги Европы. Кстати, сейчас мы сразу же это и узнаем, когда вот перейдем в начальное меню. Ну, а мы будем играть с Арсеналом, с Лондонским Арсеналом. Вот так вот уже все. Здесь нет таких сеяных-несеяных команд. Мы будем играть против Лондонского Арсенала. И сегодня как раз вот домашнюю первую игру мы зацепим. Так, что у нас здесь? Вард в Леванте. Так, я так понимаю. Ну, мы договорились, да, за 4,5 миллиона. Мы продаем Варда. И можно сразу же уже идти и подписывать Анану. Так, тут и Тима Вернер. Кстати, согласно Баварии, за 48 миллионов нам продать Тима Вернера. Но мы пока что подпишем Анану. Замечательно. И 16 миллионов у нас еще остается. Так, что по контракту? Ну, кстати, немного еще нам надо до зарплатного бюджета дотянуть. Ну, и 30 миллиончиков. Там 33 надо нам еще на Тима Вернера. Но вроде как договорились. Пока что надо теперь найти просто деньги. Так, сейчас у нас игра против Эвертона. Они идут рядом с нами в турнирной таблице на 10-й строчке. Поэтому игра будет очень важная. Мы играем еще и дома. Нужно постараться сегодня, ребята. Просто постараться. Давайте выпустим Ангелиню. Он на пиковой форме. Про это также рискнул на самом деле. Но все-таки что же остается нам делать. Дам также отдохнуть Санчесу. Выйдет Саюнсу. Ну и все. Вот таким составом мы выйдем. Я бы, конечно, мог также снова выставить Мэдисона центральным атакующим полузащитником. Но нет. Решил сегодня я в два нападающих все так же сыграть. А вдруг что-то да и получится. Лестер против Эвертона. Поехали. Итак, Кинг Пауэр Стадиум. Лестер Сити против Эвертона. Английская премьер-лига. Очень важный для нас матч. Поехали. Как хорошо на Лаутаро Мартинеса. А вот и Мэдисон. И Варди по пустым. Супер. Вот просто как знал, что не надо было за Мэдисона отдавать. Надо было пробить. Почему-то знал, что пустым Варди останется на таком добивании. Пустые ворота. Просто как голевое читьёковое сейчас было. И сработало. Лаутаро Мартинес тоже получался в этой атаке. Пред голевую, можно сказать. Передачу отдает. Слава Богу, забиваем. Варди забивает уже во второй игре нашей подряд. В сегодняшнем выпуске третий мяч уже. Я не знаю, почему так. Но у него так вот и выходит. А здесь Мэдисон уже и сам. Здесь Мэдисон уже и сам. В первый раз не получилось. Так во второй. Сработало. Лаутаро Мартинес все-таки отдал свою голевую передачу. И Мэдисон забивает. Смотрим еще раз. Варди тоже. Вот этот троица у нас сейчас хорошо здесь отработала. Здесь вот Мэдисон, кстати, прошел 13-го номера. Это Еремина, если я не ошибаюсь, в Эвертоне. И все. 2-0. Дома уверенно просто разбираемся с Эвертоном. Ребята, молодцы. Ребята, молодцы. Прямо до последнего. Ну и суперский. Здесь еще и Варди из-под защитников вылетел. Ну а Пикфорд может нагоняясь защитникам-то устроить. Если не ошибаюсь, там сейчас Карл Анчелотти же главный тренер Эвертона. Поэтому я не знаю, что сейчас там вот происходит у них. Разгромная победа Лестера над Эвертоном. Снова Варди феерил на поле. Кстати, Фил Фоддон играет за Эвертона, только сейчас это заметил. Вот три англичанина сегодня у нас. Три гола от английских футболистов. Ну а два англичанина сегодня забивали. Варди молочина тащит в сегодняшнем выпуске нашу команду. Молодец. Ну и после 29-го тура мы все так же на 9-й строчке. У нас отставание в 22 очка до первого места. И лидерство в 4 очка над ближайшим преследователем, как раз над Эвертоном. Победная серия команды Лестер. Варди здесь отрицает слухи. Переходит в Манчестер Сити, кстати. Интересуется им. Ну и все. Тут про прощальный матч. Ежемесячный отчет. В сборный месяц попали Мэдисон и Варди. Поздравляю их. Так. Ну а по рейтингам тут только молодежка прокачалась. И все. Сейчас у нас игра против Ньюкасла. Они идут на 13-й строчке. Вот. Вроде как и рискнуть мы можем. Потому что до 8-го места у нас, кстати, минимальное отставание. Да, Уверхэмптона. Но дальше у нас игра будет в Лиге Европы с Арсеналом. Поэтому я бы рискнул, выйдя в одного нападающего. И дав шанс Лаутару Мартинесу. Но, кстати, у нас ужасная, как мы видим, ситуация с центральными защитниками. И Конате, и Санчес с ужасной формой. Поэтому их, к сожалению, не будет. Также не будет сегодня Мэдисона. Вот. Мы оставляем одного Лаутару Мартинеса. Ах, я не знаю, стоит или нет. У Варди еще и пиковая форма. Правда, вот я не знаю. Давайте в два центральных полузащитника. Вот. Отыграем. Я хотел в два опорника выйти. Но думаю, ладно, уж нет. Вот так вот выйдем. Все. Вот такой схемой мы выйдем против Нью-Касла. Если что, Варди поможет. Я на это надеюсь. Я в это буду верить. Нью-Касл против Лестера. Мы играем на выезде. Поехали. Итак, стоит Джеймс Парк. Нью-Касл принимает Лестер-Сити. Английская премьер-лига. Поехали. От обороны. С первых минут играет Нью-Касл. Они идут и ниже нас. Вот что-то не получается у меня с этим нападающим. Ассистировать, да, он может. Он это показал в прошлой вот игре. Но в этой как-то ужасно. Ну, Лаутару Мартинес все-таки вот надавил я сейчас на него. Словесным способом. И получилось. На 20-й минуте Лаутару Мартинес сыграет сегодня одного номинального нападающего без Варди. И получается забить. Причем не прямым ударами сейчас бил, а также с подкрутки. А против Астон Вилла, когда мы играли, он также открыл счет. Правда, в правой ногой и в правый угол. Здесь левой ногой в левый. Поэтому Лаутару Мартинес молодец. Иногда, но палка стреляет. Барнс. И голевая от Лаутара Мартинеса прошла на Барнс. Но Лаутар Мартинес пока что молочина. Снова, кстати, отдает голевую. В прошлом матче против Эвертона он не забил. Моменты у него вроде были. Один, может быть, два. Но голевую он отдал. Причем и в первом моменте, когда там Варди забивал рикошетом от Мэдисона. Там была попытка у Мэдисона, забить не получилось. Но дальше там все-таки получилось у Мэдисона забить с голевой от Лаутара Мартинеса. Все. Уверенная выездная победа. Забил Лаутару Мартинес наконец-то. Стал лучшим игроком матча. Гол плюс пас у него сегодня. Ну вот, три удара, три в створ. Лаутар Мартинес наконец-то стал игроком у нас в матче. Ну и сейчас, я надеюсь, отдохнет и Варди, чтобы забивать лондонскому Арсеналу. Но у нас после 30-го тура все так же минимальное отставание до 8-го места. Отставание в 22 очка до 1-го места. 4 очка все так же лидерство над Эвертоном. Но Арсенал идет, кстати, на 5-м месте. Отставание в 13 очков. Ну что же, у нас сейчас игра с лондонским Арсеналом. На этом мы и закончим сегодняшний выпуск. Ну давайте посмотрим, кстати, как мы до этого играли против Арсенала. Я что-то прям так не припоминаю на самом деле. Ну а мы, кстати, обыграли в английской премьер-лиге 2-1 дома у себя. Ну это было, я так понимаю, все пока что единственная игра. Вот, да. Вот Лига Европы, она сейчас... Ага, у нас тут еще и следующая. Прямо сразу игра будет в чемпионате. После игры в Лиге Европы. Поэтому, ну что же, будем играть дома. Я готов. Ох, их состав просто невероятный какой-то. Давайте, я не знаю, Саюнсу или Гомеза. Но по факту Саюнсу 92 нам командный дух дает, все такое. И я вижу, что Варди не готов. Вот на эту игру именно Варди не готов. Ну давайте, значит, будем играть вот так. Снова Мэдисона слева. Ну, точнее, на атакующем полузащитнике Барнса. Ставим налево. Ну и Лаутара Мартинес на падение. Я надеюсь, что все-таки это нам что-то да и поможет. Все. Вот таким составом выходим. Если что, Варди даже с формой ниже среднего, я надеюсь, нам поможет. 1-8 лиги Европы. Лестер против Арсенала. Поехали. Итак, King Power Stadium. Лестер Сити против Арсенала. Здесь мы обыгрывали уже и АЗ в 1-16. Поэтому я не знаю, что из нас сейчас получится. Играем. Начинаем. Причем матч оба с нейтралитета. Как Арсенал, так и мы. И Лаутара Мартинес забивает. Вот он, красавчик наш. Все-таки забил. Еще и в Еврокубке. 55-я минута. Мэдисон сассистировал на Лаутара Мартинеса. В матче против Эвертона мы вроде здесь же играли. Это была домашняя победа разгромная 3-0. Лаутар Мартинес ассистировал практически там дважды на Мэдисон. Но здесь Мэдисон. Просто замечательно. И прям под самую перекладину. Забивает Мартинес. Слава богу. Забить у нас получилось. Ну и все. Арсенал пошел теперь в атаку. Минимальная победа Лестера в Еврокубках над лондонским Арсеналом. В 1-8 в первом матче. Замечательно. И у нас сегодня, кстати, давно такого не было. 4 победы из 4-х. Ребята, молодцы. У нас скоро будет прям марафоны роликов про Лестер-Сити. Потому что уже больше рубрик не будет. Но поэтому как-то так. Пока что. Молодцы, ребята. Молодцы. Ну что же. А на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok